Так, сегодня тема нашей лекции это электромагнитное поле. Значит, ну известно, что в природе существуют электрические заряды двух типов. Это положительные и отрицательные заряды. Значит, они взаимодействуют между собой. И описать их взаимодействие, каким образом можно описать их взаимодействие. Значит, здесь нужно сказать, что взаимодействие зарядов является достаточно сложным, если они движутся произвольным образом. Значит, закон взаимодействия зарядов является простым только в том случае, когда заряды неподвижны. Это закон кулона. Если же заряды двигаются, то взаимодействие между ними становится достаточно сложным. И описать его можно на языке электромагнитного поля. То есть электрические заряды создают вокруг себя электромагнитное поле. Это электромагнитное поле действует на другие заряды. Значит, как же можно описать электромагнитное поле? Электромагнитное поле можно описать с помощью двух векторных величин. Это векторная величина Е от РТ или Е от X, Y, Z, Т. Значит, это величина, которая зависит от координат и времени. То есть принимает разное значение в разных точках пространства и в разные моменты времени. Значит, таким образом, вот это электромагнитное поле, оно вот описывается двумя электровыми величинами. Это напряженность электрического поля и магнитная индукция В. Значит, электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле, а движущиеся заряды или токи создают вокруг себя магнитное поле. И это поле влияет на другие электрические заряды. Так вот, значит, описать эти поля можно математический аппарат электродинамики. Это математическая теория поля. Значит, электромагнитное поле описывается с помощью уравнения электромагнитного поля, это есть уравнение Максвелла. Значит, чтобы понять или иметь возможность использовать уравнение Максвелла, необходимо ввести так называемый векторный дифференциальный оператор. Векторный дифференциальный оператор НАБУ. Вот. Он здесь записан. НАБУ это есть и ДПДХ плюс ЖДПДЮ плюс КДПДЗ. Что же можно... Ну, вот оператор. Оператор это некоторая величина, которая, воздействуя на ту функцию, которая стоит после оператора, изменяет эту функцию. Значит, этот оператор НАБУ может действовать на скалярную функцию, или скалярное поле, ФИАТР, вот, или на векторное поле. В общем случае, это векторное поле мы будем обозначать буквой АТР. Ну, что значит скалярное поле? Ну, скалярное величино это может быть поле температуры, или поле давлений. Ну, а векторная величина это, вот, например, напряженность электрического поля, или магнитная индукция П, они, значит, представляют собой векторное поле. Что же можно... Ну, можно, как бы, описать изменение этих полей с помощью оператора НАБУ. Значит, если оператор НАБУ воздействует на скалярную функцию, ФИ, то мы получаем операцию, которая называется градиент ФИ, и она записывается в виде и ДФИ по ДХ плюс ЖДФИ по ДУ плюс КДФИ по ДЗ. То есть ДФИ по ДХ, ДФИ по ДУ, ДФИ по ДЗ – это компоненты нового вектора, вектора, который называется градиент ФИ. Ну, обычно этот вектор, он указывает направление наибыстрейшего изменения, величины ФИ, то есть в каком направлении она наиболее быстро изменяется. Это и есть направление градиента. С помощью операции НАБУ также можно описать операции дивергенции ротора, которые используются при формулировке уравнений Максвелл. Значит, операция дивергенция А, это оператор НАБУ действует скалярно на векторное поле А, это записывается как дивергенция А, и это есть ДФИ по ДХ от АХ плюс ДФИ по ДУ от АЗ, плюс ДАЗ по ДЗ, плюс ДАЗ по ДЗ, плюс ДАЗ по ДЗ. Это уже скалярное поле, скалярная величина. То есть дивергенция – это есть скалярная величина, которая используется в уравнениях Максвелла. И ротор А, вот здесь записан ротор А. Ротор А – это векторная величина, которая характеризует завихрение вот этого поля Е. Поля А – это может быть либо электрическое поле вихревое, либо магнитное поле вихревое. Значит, ротор А записывается, можно записать в виде такого определителя третьего порядка. Вот. И первая строка определителя – это есть вектора ИЖК, единичные вектора. Вот. Далее идут ДПДХ, ДПДЮ, ДПДЗ – компоненты вектора НАПЛА. И потом идут компоненты вектора А – АХ, АЮ, АЗ. Значит, как мы записываем ротор? Значит, вычеркиваем первую строку и первый столбец. Здесь получается И, на пересечении стоит И, то есть это, значит, будет Х-компонента вектора ротора А. Вот. И здесь остается определитель второго порядка. Значит, смотрите. ДПДЮ от АЗ, вот. ДПДЮ от АЗ минус ДПДЗ от АЮ. То есть мы расписываем определитель второго порядка, получаем Х-компонент у оператора ротора. Х-компонент у ротора. Плюс Ж. Ну, здесь опять мы вычеркиваем первую строку, второй столбец. И получаем... Да. Значит, у нас определитель второго порядка остается, но так как сумма строк и столбцов нечетная, то мы должны поменять знак. То есть сначала мы пишем ДПДЗ от АХ минус ДПДХ от АЗ. Минус ДПДХ от АЗ. Это будет И, компонент у ротора. Ну и З-компонент у ротора записывается так. То есть мы опять вычеркиваем первую строку и последний столбец. Там стоит К. К пишем. И здесь остается определитель второго порядка. То есть ДПДХ от АУ. Вот ДПДХ от АУ минус, наоборот, ДАХ от ДАУ. Это будет уже З-компонента ротора. Значит, вот уравнение Максвелла записывается с помощью вот этих понятий определителей. Это дивергенции ротора. И в дальнейшем мы с вами как раз поговорим о том, каким образом записывается уравнение Максвелла. Так, ну здесь вот вы видите, что записано еще тождество, которое мы будем в дальнейшем использовать. Это вот первое тождество, это вот первое, НАБЛА. Когда НАБЛА дважды действует на поле, на ФИ или НАБЛА. Значит, вот здесь, значит, НАБЛА действует векторно на градиент ФИ. Если, значит, это записывается как ротор градиента ФИ. Вот такая величина всегда равняется нулю. То есть ротор градиента это всегда ноль. Второе тождество, которое мы будем использовать, это вот НАБЛА действует. Точка означает скалярное произведение у нас. А вот крестик означает векторное произведение. То есть как это записать? Это дивергенция ротора А. Дивергенция ротора А. Это тоже всегда ноль. То есть дивергенция ротора, это тоже всегда ноль. И третье тождество. Так, значит, это вот первое тождество, это второе тождество. Это третье тождество. Третье тождество. Вот. Ротор ротора А равняется. Ну вот как это прочитать? НАБЛА на А. Это значит градиент дивергенции А. А вот здесь точка стоит. Когда НАБЛА действует скалярно. Точка означает скалярное произведение. Значит, градиент дивергенции А минус лапласиан А. Мы получим тогда градиент дивергенции А минус А. Вот это треугольник. Треугольник называется оператор лапласа. Оператор лапласа. Ну, или лапласиан. Значит, минус лапласиан А. Это вот ротор ротора или двоевой ротор. Значит, лапласиан это, значит, определитель второго порядка. Значит, НАБЛА. Да, лапласиан это есть Д2 по ДХ дважды. Декартовая система координат. Д2 по ДХ дважды. Плюс Д2 по ДЮ дважды. Плюс Д2 по ДЗ дважды. Ну, пока спасибо.